МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости премиусе в студии Инна Костромина. И сегодня в программе. Борьбу с коррупцией вступила Мельпомена. В ростовский драматический театр привез Матвеев Курган постановку по пьесе Островского «Доходное место». В новом палаточном городке единовременно может находиться 500 человек. Здесь люди могут отдохнуть, поесть, пройти медицинское обследование или получить необходимые консультации. В маше воскресенье в Матвеевом Кургане прошел турнир по спортивной ловле рыбы фидером «Миус-мастер». И подробнее. В Матвеево-Курганском дворце культуры состоялась научно-практическая конференция на тему противодействия коррупции. Ее организатором выступило правительство Ростовской области. Мероприятие, прямо скажем, необычное, но весьма и весьма полезное для нашего общества. По всей стране ведется большая работа по противодействию коррупции. И правительство Ростовской области выступило с инициативой провести конференцию и показать спектакль «Доходное место», раскрывающий эту тему в художественной форме. Правительство Ростовской области решило привлечь к обсуждению этого вопроса жителей района муниципальных служащих. И потому нам радостно видеть всех тех, кого мы ценим и уважаем как специалистов-управленцев и просто наших друзей, которые пришли сегодня в Дом культуры. Действительно, зал был полон. Тема коррупции вызвала живой интерес и привлекла массу муниципальных служащих. Перед собравшимися выступил руководитель комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области Сергей Кулик. Он отметил, что работа в этом направлении носит систематический характер. Анализ эффективности кода выполнения областного покрова показал, что за последние 4 года работа по предупредлению коррупционных проявлений стала отхиленной. На залоге сельскоцизма по итогам вопроса жителей нашей области в этом году уровень коррупции в нашей области снизился. Только 23% из опросов жителей области сказали, что сталкивались за последний год с проявлением коррупции. Для сравнения, в 2010 году, когда только начиналась эта работа, количество граждан, которые сталкивались с проявлением коррупции, составляло более 36%. Кроме того, состав восприятия проблемы коррупции в нашей области с начала 2019 года улучшилось в 2,45% до 23%. А количество фактов и богатейства в средней области снизилось. В сравнении с площадью с годом на 6%, 20-14%. Эти цифры говорят о том, что программа работает, и право хранить в годы работают очень отлично. С докладами также выступили заместитель главы района Сергей Голубов, заместитель прокурора Матвеево-Курганского района Юрий Гальперин и начальник РОВД Александр Цветов. После конференции о живучести мздоимства и трудностях борьбы с ним участникам напомнили актера областного драматического театра имени Горького. «Белогуба!» «Ничего измолите!» «Возьми-ка, братец мой, перепиши почище приказались!» «Белогуба!» «Ты ж смотри, пограмотнее перепиши, видишь, куда посылать!» «Вот с правописанием, Маким Акимович, у меня совсем плохо!» «Так что поверите ли даже самому один!» «Така важность правописания!» «Ты напиши вначале на черновую, дай кому-нибудь проверить, потому что с этого-то и переписаны!» «Да ты слышал, что я тебе сказал, а?» «Да уж покажу кому-нибудь!» «А то, знаете, все, Жадов смеется!» «Кто?» «Жадов!» «Да сам-то он, что такое, что за птица еще смеется!» «Я вот давечу слышал, говорили о чем...» «Не знаю, что с племянником делать, пойми это, а!» «Высоко летает, да где-то сядет!» «Спектакль по пьесе Островского «Доходное место» это поучительная история о том, как пожилой чиновник-коррупционер погорел на взятке, а молодой, наблюдая за его крушением, утвердился в мысли, что честность – главное добродетель. Галина Запорожцева, Руслан Трофимов, телекомпания «Премиусия». В Ростовскую область продолжают пребывать жители юго-восточных регионов Украины, где идут боевые действия. Для создания условий в лагерях беженцев правительства Российской Федерации выделит Ростовской области порядка 240 миллионов рублей. За последние несколько дней установлено 4 палаточных лагеря, которые могут принять в общей сложности 2000 человек. Один из них находится в Матвеево-Курганском районе. В Матвеево-Курганском районе между селами Надежды и Алексеевкой находится памятник «Прорыв». Место символическое. Во время Великой Отечественной войны здесь проходила линия фронта, шли ожесточенные бои. Сейчас стоит палаточный лагерь для людей, которые бегут от войны с юго-востока Украины. В новом палаточном городке единовременно смогут разместиться 500 человек. Его жизнедеятельность будут обеспечивать 23 человека. Это специалисты различных сфер. Обустройством лагеря занимается Донской спасательный центр и Федеральная противопожарная служба Ростовской области. Здесь у нас развертан полевой пункт временного размещения. Он рассчитан на 500 человек. В нем имеется состав администрации, которая управляет данным пунктом, а также жилая зона, где будут располагаться люди, которые нуждаются в этом. Пункты развернуты в местах основных пропусков через границу с Украиной, на которых идут люди. Здесь есть медицинский пункт, пункт приема граждан, жилая зона, пункт психологического обеспечения, также пункты, скажем так, размещения матери и ребенка, жилая зона, ну и, соответственно, вся инфраструктура для жилой зоны, то есть питание, обмывочные пункты и тому подобное. Еще один пункт временного размещения находится возле села Авела Успенка. Он действует с начала июня. Здесь люди могут отдохнуть, поесть, получить медицинскую и психологическую помощь, а также необходимые консультации, а затем уже принять решение остаться в Ростовской области или направиться в другой регион. В настоящее время в пункте временного размещения прибывающих граждан с Украины находится 39 взрослых, 14 детей. Здесь организовано горячее питание, организован отдых, и вот сами видите, дети бегают, играют, подальше от войны. Значит, мы стараемся, немножко они здесь находятся, и потом размещаем вглубь, на территорию нашей области. Многие знают, куда ехать, ожидают, когда за ними приедут, и идет процесс расселения. Данный лагерь был оборудован 6 июня в 21.00 вечером, и в общей сложности через этот лагерь прошло уже примерно около 3,5 тысяч. Здесь работают какие-то службы, кто обслуживает? Значит, служба здесь, поисково-спасательная служба департамента Ростовской области по чрезвычайным ситуациям. Они здесь, потому что это и палатки ихние, все ихнее. Занимаются они питанием, регистрацией людей, кто уехал, куда уехал. Мы также занимаемся размещением людей, расселением и развозом. От нашего района дежурный автобус, и дежурит всегда представитель администрации района, круглосуточно здесь дежурит. Детям нравится очень хорошо, конечно, приняли хорошо, все дружно, добрые. Так что ни на что никаких нет претензий, все прекрасно. А куда дальше собираетесь? Куда-нибудь, где примут. Все хорошо, нас кормят очень хорошо, приняли очень хорошо. То, что для взрослых является трагедией, дети воспринимают не так остро, ведь для них дом там, где мама. Маленькая Маша быстро освоилась в палаточном городке, нашла здесь новых друзей. Я тут гуляю, еще прыгаю, еще самолеты прыжкаю. Галина Запорожцева, Руслан Трофимов, телекомпания «Премиусия». Сейчас коротко о других событиях минувшей недели. В понедельник в администрации Матвеева Курганского района состоялось очередное планерное совещание. Основной вопрос повестки дня – всестороннее обсуждение темы беженцев из Украины. Организацию приема, учета и размещения прибывающих обсудили на заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайной ситуации, которая прошла в режиме видеосвязи. Поток людей растет, особенно в последние дни. Глава региона подчеркнул, что в такой непростой ситуации руководители всех служб и структур обязаны работать в круглосуточном режиме. Особое внимание сейчас уделяется необходимости оборудования пунктов временного пребывания. Один из таких пунктов находится на территории Кубышевского района. Он расположен в здании вечерней школы. Здесь есть все необходимое, чтобы привести себя в порядок, отдохнуть и отправиться дальше. Как правило, граждане Украины находятся здесь несколько часов, максимум сутки. Этот пункт временного размещения рассчитан на 50 мест. Еще один пункт на территории села на 20 мест находится в больнице. Поли из Украины уже долетают до Кубышева. В этом убедились жители улицы Огородной, которая находится на краю села. Вечер в пятницу 13 июля оставил недобрую память в виде насквозь пробитой газовой трубы выбоем в стене дома пробитых крыш и поврежденного автомобиля. По счастливой случайности никто из жителей не пострадал. На детской площадке, рядом с которой все это происходило, в этот момент детей не было. Несмотря на страх за свою жизнь и жизнь своих близких, люди не теряют присутствие духа, поддерживают друг друга и надеются, что такое не повторится. Шансон души. Под таким названием 13 июня в селе Григорьевка состоялся третий ежегодный музыкальный фестиваль. Мы приветствуем вас на третьем районном фестивале Шансон души. И по традиции ведем его мы, несравненный Александр Алпатов. Аплодисменты. И великолепная Таня. Спасибо. И вновь сегодня поклонники шансона приехали со всех уголков нашего района сюда, в гостеприимное село Григорьевка, чтобы услышать и исполнить полюбившиеся песни. Я думаю, пора открывать наш фестиваль. В рамках фестиваля было представлено 57 номеров. Участие в таком крупном мероприятии приняли исполнители из сельских поселений Матвея Курганского и Родионного Несвятайского района. А я теряю голову От любви и смолоту Я такой любви к тебе Боюсь даже дышать Увидеть я тебя хочу Да по любому поводу Чуть-чуточку и рядышком С тобою постоять Звучали песни известных исполнителей шансона таких как Ирина Круг, Стас Михайлов, Катя Огонек, Рада Рай и прочее. За женщин всех Я поднимаю свой потал За женщин всех Легко я жизнь свою отдам За женщин всех За наших жёлтых матерей За женщин всех Бескрайней Родины моей За женщин всех Призом главы Матвея Курганского района за лучшее исполнение песен Жанре Шансон был удостоен Александр Цупко, работник Екатериновского Дома культуры. Все остальные участники получили благодарственные письма администрации Матвея Курганского района и памятные призы. А недавно в Матвеевом Кургане прошёл турнир по спортивной ловле рыбы фидером «Меус Мастер». Мероприятие организовала газета «Деловый Меус» совместно с рыболовным магазином «Фишка». Несмотря на то, что турнир был любительским и не являлся рейтинговым, вызвал большой интерес не только у местных рыболовов, но и у спортсменов из Таганрога, Батайска и Ростова-на-Дону. Всего в турнире приняли участие 30 рыболов-спортсменов, в том числе и наши из «Премеусья». Многие ребята впервые принимали участие в соревнованиях. Турнир был организован по просьбе наших рыболовов, любителей фидера, любителей донной ловли. Потому что есть у нас соревнования поплавочные, которые проводит общество охотников, есть соревнования спиннинговые, которые проводим мы. Вот обходили мы всё время стороной любителей донной ловли. Ну, теперь мы восполнили этот пробел. Появился у нас турнир «Ньюс-мастер». Результаты по этому году, скажем так, посредственные. Но я думаю, что наши рыболовы быстро учатся, и я думаю, что они смогут показать нормальные результаты и будут выступать не только на домашних соревнованиях, но и будут представлять наш район в других соревнованиях, в других областях и так далее. Значит, благодаря компании «Меус-медиа» и газете «Деловой Меус» мы смогли собрать людей. Пока шла регистрация участников, ростовские спортсмены из команды «Фишмир» провели мастер-класс. Ростовчане рассказали о новых прикормочных смесях, показали, как их правильно готовить, как лучше смонтировать донную снасть, поделились своим опытом выступлений на всероссийских соревнованиях по ловле фидером и вручили каждому участнику в подарок по пачке своей прикормки. Затем была проведена жеребьевка, и рыболовы заняли свои сектора. По команде главного судьи в воду полетели кормушки и наживки. Всего на ловлю отводилось пять часов. В течение этого времени спортсмены должны были поймать как можно больше рыбы. Нужно заметить, что из-за неустойчивой погоды рыбалка в этот день получилась непростая, и, как это часто бывает на рыболовных соревнованиях, очень трудовая. В итоге весь пьедестал заняли хозяева соревнований – Матвеевы Курганцы, которые сделали ставку не на капризного карпа, а на карася. В упорной борьбе бронзовым призером стал Владимир Васин. Серебро досталось Андрею Щербаку, а кубок был вручен его младшему брату, победителю турнира Артему Щербаку. Спортсмены получили дипломы, медали и призы от учредителей соревнований. Специальные призы от рыболовного магазина «Барракуда» получили самый юный участник турнира – Саша Ивашенко из Матвеева Кургана. Единственная женщина – участница Коржова Маргарита из Батайска. Им были вручены подарочные сертификаты на тысячу рублей. Также спецприз от рыболовного магазина «Фишка» в номинации за самую маленькую рыбу турнира получил мостовой Артем из Батайска. Он поймал донной с Настей красноперку весом 10 грамм и получил в подарок электронные весы, рассчитанные на взвешение до 50 килограмм, а также дружные аплодисменты своих коллег. Остальным же участникам досталось хорошее настроение, дружеское общение и заряд позитива на предстоящую трудовую неделю. Это были итоги недели. Смотрите наши новости, и вы будете первыми в курсе событий, происходящих в нашем регионе. Эти и другие новости ищите на нашем сайте. До свидания.